Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам рассказать о реакции наших любимых бомбящих тиктокерш на объявленную в России частичную мобилизацию. Ну, прям слов нет одни эмоции. Начнем, наверное, не с тиктокерш, а просто с наших любимых богинь. На форумах появляются сейчас темы, кто, мол, должен получить в случае чего похоронные деньги или деньги за ранение. Мужчины, если с ним что-то случится, если вот есть мама, да, а есть вот молодая невестка, как деньги будут распределяться? Вот невестки и мамы на форумах интересуются. У юристов, мол, как оно так будет при живом еще сыне, муже? Это, конечно, очень много говорит о некоторых наших прекрасных богинях. Наши РСПшечки бомбящие, да, очень рады тому, что происходит вот такая вот акция, да, мобилизация частичная. Потому что всех переведут ведь на контракт, а значит, денежка в белую, и как они надеются, много будет поступать. А значит, от нее можно будет получать 25, 33 или 50 процентов. И будет у них, у наших прекрасных, в кавычках, РСПшечек больше денег. Они, собственно, пишут, ты давай, иди, соберись, беги-бегом. Вот теперь-то с тебя можно получить, теперь-то точно процентик капнет хороший. Ну, размерчик будет достойный алиментов. Слов нету о нецензурных. Ладно. Дальше просто всякие бомбящие идут. Неадекватки, которые прям рады тому, что много мужчин погибнет, как они и думают. Много мужчин пропадет без вести, много мужчин покалечится. Они прям рады, говорят, вот, вот это вот вам все за то, что вот вы такие есть. А мы, женщины, унаследуем землю. Не стесняются в тиктоке такое записывать. Вперед из песней. Довольные людоедочки наши. Довольные каннибалочки наши. Ну, и, конечно, надо отметить то, что ни одна из фемоактивисток, которые так упорно бомбили за равноправие много лет подряд, ни одна не записала возмутительное видео, в котором она бы возмущалась тем, что их тоже не мобилизует. Ведь равноправия нету, не хотят, ни одна не записала, ни одна не записала. Вот такое вот интересное, по их мнению, равноправие. Да? Как сахар есть, так три куска. Ну, и дальше, знаете, продолжение пословицы сами. Вообще, хочу внести распредложение. Давайте соберем пару-тройку дивизий инженерно-землекопных. Ладно, не на первую линию. Ну, копать окопы. В чем проблема-то? А? Что, нельзя найти прекрасных наших богинь в возрасте, допустим, 25-35 лет? Да? В запрещенном инстаграме можно увидеть, насколько у них все окей со здоровьем. Они там выкладывают фоточки, и там все можно увидеть. Прямо медкомиссию, запрещенную в инстаграме можно провести. Да? У многих, большинства, нет детей, нет мужа. Профессии у них там не в списке особо значимых. Ну, в Конституции, я забыл статью 59, кажется, может, я ошибаюсь. Написано же, что обязаны-то оба. Да? Каждый гражданин обязан, точнее. Так пусть это и копают. Да? А, чего? Вот эта стучка у них бронь дает. Да? Ну, ты чего? Так она не родит никогда. Она не хочет. У нее в голове уже вот эта обработка, она не собирается. Ну, а если даже родит, то она алименщика сделает. И что хорошего будет? Мы же с вами прекрасно знаем вот эти все расклады. Ну, надо сказать, что, конечно же, не все так реагируют. И очень много адекватных реакций, шок, сожаления, ужас, переживания, испуг, сочувствия. Много. Но есть вот такие вот прекрасные богини, которые прям довольны, они счастливы. Они прям рады. Из труселей выпрыгивают в ожидании денег, в ожидании того, что они сейчас начнут их транжирить. На себя, да, улучшить свою жизнь, пойдут отдохнуть в теплую страну, где с аниматорами найдут утешение. К сожалению, вот так вот очень многие наши прекрасные богини, афродиты, императрицы, боярыни, княгини, княжны, да, вот с этой лучистой энергией, они так относятся, пересмотревшись вот этих всех инфо-цыган в ТикТоке, в запрещенном в России Инстаграме, которые им навнушали иллюзию вот этого величия, исключительности, эксклюзивности. Вот этой штучки, они вот так относятся ко всей этой, ну, на мой взгляд, очень трагичной ситуации. Вот так вот. Хочу всем пожелать мира, здоровья, чтобы с вами всем было все хорошо. Берегите себя и будьте счастливы.